Друзья, всем здравствуйте! Наступила наконец-то замечательная радостная пора, когда наши руки не для скуки. На улице ошеломляющая потрясающая жара. Мы уже не знаем, что нам кушать, что вообще ничего не хочется. Мы пьем только чаи, которые закатываем из своих травок, которые выросли на огороде. Листья малины, чайбрец, мелиса. Ну, в общем, все, что можно. Завариваем, пьем вкусный чай. Ну и, соответственно, пришло время нашим чудесным огурчикам. Подошли они у меня помидорки. Посмотрите, какое разноцветие выбрала для того, чтобы замалосолить это все хозяйство. Ну и заодно показать вам, что у меня получилось из тыквенных. Вот кабачок зефир, нежный зефир, который я до этого говорила вам о нем, да, вот какие семена, что у меня из этого получилось. Как мне писалось, все кабачки получились изогнутые, вот такого двусветного вида. Здесь зелененькое, потом желтый. Мякоть у него очень плотная, маслянистая. И я даже хочу его замаринадить и посмотреть, получится ли он так, как огурец, в маринаде. А вот подошли мы китайские кабачки. Так и называется кабачок. Китайский белый кабачок. Из разряда купленных коллекционных семян будем пробовать из него. На ощупь он очень жесткий такой, крепкий. Хотя эти тыковки, так сказать, кабачули, они прям маленькие-маленькие. Я их сняла. Меньше не бывает. Только завязались вот такие вот, и я их уже снимаю. Вот такие вот кабачки китайские у меня. Белые баклажаны БИБО и зелененькие. Зелененькие – это вообще взрыв мозга. Настолько меня поразили эти кабачки. И белые, эксклюзивные, тоже очень вкусные, потрясающие, нежнейшего вкуса, как грибы. Подошел у меня уже перец. Буду я из него выбирать семена. Это острича резора и цицак. У меня супруг очень любит маринованный перец. И сегодня я тоже этим буду заниматься. Также у меня подошел вот такие вот перцы. Начинают уже окрашиваться. Это желтый длинный вот такой перец. Помните, я вам говорила, как крокодил лежит. Это сладкие рога дьявола. У меня больше нет желтых перцев в этом году. Это единственный. Вот такой вот перчик. Начал окрашиваться. Ну как же его не съесть, когда они же самые первые, самые вкусные. Вот. И вот этот красненький – это маккорни красный перец. Вот. И, соответственно, что мы сейчас делаем? Я очень доверяю Ларисиному вкусу, канал «Дачный житель». А сейчас у нее канал называется «О королях и капусте». Вот. И Лариса мне… То, что Лариса советует, всегда по делу. Вот. Она мне весную сказала, и рыбегом покупай соль. Посольская соль. Вот такая крупные кристаллы у нее. Поскольку я солю огурцы вместе с помидорами. Помидорки выбрала разноцветные, крупные. Это все гибридики, которыми многие брезгуют, говорят «Ай-яй-яй, гибриды». Гибриды для засолки – это уникальные. Вот. Зубочисточками сделано несколько дырочек. Укладываю их и заливаю ледяной водой. Вот такой запотевшей из холодильника. Вот. Это ключевой момент, наверное, в засолке, чтобы вода была прям ледяная для огурцов. Подержали они там какое-то время в этой именно холодной воде. И соли, вот такой крупной, крупной соли, не юдированной никакой. Две с половиной ложки на полтора литра воды. Потому что на помидоры нужно три ложки соли, а на огурцы нужно две ложки соли. Поэтому я смиксовала и делаю две с половиной ложки соли. И засаливаю. А вниз мы, конечно, кладем листики смородины, листики вишни, чеснок, укроп. И я еще немножко кладу хрена, потому что все-таки огурцы. И хрен даже помидорчикам придает пикантность. Вот. Поэтому всем желаю бодрого июльского утра. Поздравляю вас с верхушкой лета. Сегодня 15 июля. Всем желаю добра, мира и благополучия. Всем пока-пока.